Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. В данном видеоролике я собрал для вас лучшие способы фарма серебра на самых низких уровнях. И в нем не будет идти речь о ловле карася на комарином озере, ведь если вы решили посмотреть это видео, вероятно такой способ заработка в русской рыбалке 4 вам уже надоел и не интересен. Кроме того, в видео будут предоставлены варианты фарма как с донкой, так и с поплавком и спиннингом. Ну и если этот ролик вам окажется полезным, то не забывайте поддерживать его лайком и подписываться на мой канал. Всем приятного просмотра. Первый способ заработка серебра наименее затратный и доступен каждому игроку почти сразу после прохождения обучения, ведь речь идет о ловле уклейки на комарином озере. Все мы знаем, что уклейка рыба мирная и маленькая, поэтому и снасти для ее ловли подойдут самые простые. Например, самые дешевые маховые удилища и примитивная сборка с тонким флюрокарбоном, а также крошечным крючком 20-24 размера. В качестве наживки эффективнее всего использовать муху, но если вы еще не накопили серебра на ее покупку, можно использовать мотыля, опарыша или перловку. При ловле уклейки спуск поплавка оставляйте минимальным, то есть ровно 18 сантиметров. И для того, чтобы вам было проще искать точки, где можно половить рыбу из этого видео, я буду составлять карты с отметками большинства популярных точек с координатами, ведь рыба в РР4 имеет свойство мигрировать по водоемам и на момент записи этого видео она может клевать на одной точке, а когда вы его посмотрите, рыба может быть на другой части водоема. Кроме составленных карт в описании я также оставлю ссылку на наш сервер в дискорде и отдельный сайт, где публикуется много информации по точкам, а также вы всегда можете самостоятельно облавливать эти точки и довольно быстро находить клев большинства простых рыб из этого видео. На уклейке у вас в среднем будет получаться фармить от 150 до 300 серебряных монет за игровой день, ведь все зависит от количества пойманных трофеев, которые имеют повышенную стоимость после одного из недавних обновлений, что способствует развитию аккаунтов для начинающих игроков. Важно подметить, что в ночное время уклейка не клюет и в этот момент можно проверить кафе на водоеме, где можно дополнительно заработать серебра за счет часто появляющихся заказов на уклейку и другую приловную рыбу. Кроме комариного озера уклейка хорошо клюет, например на реке Белая или на Вьюнке, но на этих водоемах есть течение, что затрудняет рыбалку на три маховых удилища и соответственно уменьшает эффективность фарма. Поэтому я считаю самым оптимальным вариантом для ловли этой рыбы является именно комариное озеро. Еще один хороший вариант для фарма серебра на самых низких уровнях это ловля ерша, который клюет в основном ночью примерно с 8 вечера до 8 игрового утра, что дает возможность в светлое время суток ловить другую рыбу и увеличивать заработок за 1 час. В свое время я начинал ловить ершей на комарином озере и на реке Белая, но сейчас понимаю, что совершал небольшую ошибку, ведь на реке Вьюнок есть приятный прилов в виде редкого ерша носоря с намного более приятной ценой, а также масса другой приловной рыбы с хорошей стоимостью. И кстати про трофейного ерша носоря у меня уже есть отдельное видео на канале, ссылку на него оставлю в описании. Ерш по отличию от уклейки донная рыба, но тоже мелкая, поэтому для его ловли хватит самых простых фидеров и катушек. Классическая сборка на простой донной оснастке или на петлевой с тонкими поводками и крошечными крючками идеально подойдут для фарма на любой из точек, которые я отметил на карте. И фактически на каждой из них стоит использовать клепсу от 8 до 10 метров. В среднем же за ночь можно фармить около 200 серебряных монет, но если повезет поймать много носорей или нескольких обычных трофейных ершей, то заработок кратно увеличится. Наверное самая популярная рыба в русской рыбалке 4 это лещ, которого ловят все начинающие игроки и ютуберы. Ведь тема ловли леща актуальна всегда и у каждого есть свои секреты для его ловли по полтоны за ночь. Но я не буду придумывать секреты тактики ловли этой рыбы, я всего лишь покажу вам наглядный пример, как в ночное время можно неплохо зарабатывать на нем, имея довольно скромные снасти. И для начала необходимо определиться с водоемом, ведь эта рыба широко распространена, например, на Комарином озере, в Юнке и Старом Остроге. И при хорошем клеве на каждом из них можно зарабатывать неплохое количество серебра. Но на первых двух водоемах точки не так стабильны и их не так много, как на Старом Остроге. А вот стабильность нескольких точек одновременно это ключевой момент в фарме на лещах. Ведь максимально эффективно точка в этой игре работает всего один реальный час, что равно одним игровым суткам. И после их истечения идеальным вариантом будет перемещение на следующую точку. Продемонстрирую вам фарм на лещах с помощью точки 62-60, где использовал десятую клепсу, чесночное тесто в качестве насадки и стандартный прикорм на леща в кормушке. А также за два игровых часа до начала рыбалки забросил 10 шаров этой же прикормки в воду, чтобы создать прикормочное пятно и увеличить количество поклевок. Поводки же использовал на 6,8 кг, изготовленные из материала, предназначенного для ловли на глиняном дне. И топовые крючки зенит эталон первого большого размера. И кстати в будущем планирую сделать отдельное видео про ловлю леща на всех начальных базах, если конечно эта тема вам интересна, о чем вы всегда можете написать в комментариях. По итогу менее чем за 40 минут рыбалки получилось заработать фактически 200 серебра за 39 хвостов зачетного леща, что является средним результатом и ваш улов при благоприятных условиях может быть куда лучше. Теперь ненадолго переместимся на реку Белая, где можно с интересом и дешевым спиннингом в руках половить разную приятную рыбу на мелкие вращалки. Река Белая фактически всегда на одной из точек дает возможность половить хариуса европейского, ручьевую форель и другую приловную рыбу, которая приносит до 300 серебра за световой день. В данной ситуации спиннинг можно даже не покупать, а взять запасные снасти спиннингиста из администрации, ну или приобрести любой легкий спиннинг с тестом от 2 грамм, чтобы легко забрасывать маленькие приманки. На своей катушке с 2000 размером шпули я ставил скорость от 15 до 18, но думаю на любой точке и на любой катушке подобрать оптимальный вариант будет несложно, к тому же периодически стоит менять скорость, чтобы увеличить количество поклевок. Наибольшую активность рыба на этом водоеме проявляет в утреннее и вечернее время, а ночью можно на противоположном берегу поискать ерша используя навозного червя. По актуальным приманкам всегда легко определиться заглянув в недельные рекорды, ну или же можно найти информацию в интернете. А вот более-менее универсальными приманками являются спикеры 2.0.16 или 2.0.18, а также разные хантеры. А вот следующий вариант фарма немного более продвинутый, ведь для ловли щуки необходимо прокачать навык спиннинговой ловли до 35% для использования воблера. Эти проценты можно легко прокачать на реке Белая или на озере Куори с помощью троллингов 3 сборки на вращалке. Но если совсем уж не терпится, то можно поэкспериментировать с разными колебалками, предварительно поискав актуальную информацию. Я уверен, что охота на щуку покажется вам намного интереснее, чем все предыдущие способы фарма и в некоторых моментах еще и в разы прибыльнее, поэтому потраченное время на прокачку точно того стоит. Изначально вас удивит количество точек на старом остроге, где клюет щука, ведь фактически по всему периметру водоема она периодически активизируется. Информация по ловле щуки тоже очень часто публикуется во всех возможных группах, причастных к РР4, ведь рыба довольно популярна не только для новичков, а и среди более опытных игроков, которые пытаются поймать трофейный экземпляр. Ну а если вы хотите найти ее самостоятельно, то смотрите на недельные рекорды, чтобы использовать рабочую приманку и подбирайте точки исходя из карты, на которую я добавлю большую часть из возможных точек. Сборку под ловлю этой рыбы я использовал на базе спиннинга Model 1, но самым минимальным подходящим спиннингом будет Кама Комфорт с тестом от 20 до 50 грамм, а вот катушку подбирайте исходя из своих возможностей, ведь при выборе начальных катушек со слабым фрикционом будет работать правило чем больше, тем лучше. Заброс фактически на всех точках лучше делать на край ряски или возле нее и делать проводку твичинг. Для этого подберите скорость подмотки лески на катушке и делайте паузы такой длительности, чтобы над шкалой загоралась надпись твичинга. Также не забывайте о том, что щука любит откусывать сборки, поэтому ставьте флюрокарбоновые поводки из материала потольще. Лучше всего клюет щука игровым утром и вечером, а вот в ночное время с 23.00 до 4 утра она не клюет вовсе, и это время можно использовать для отдыха, либо попробовать урвать несколько хороших хвостов леща для дополнительного фарма. И таким образом у вас за игровые сутки будет получаться фармить до 500 серебряных монет, а то и больше. Еще один вариант быстрого фарма серебра это туры на Норвежское море и Медное озеро, но они ограничены и имеют некоторые нюансы, о которых я расскажу в своих следующих видео. Ну и если вы досмотрели видео до этого момента, напишите об этом в комментариях и не забывайте поддерживать его лайком. А вот чтобы не пропускать новые видеоролики и ежедневные прямые эфиры, обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok